приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель меня зовут ползов вадим и сегодня на разборе я покажу и расскажу что я понимаю под формированием зеркального уровня в моменте и также разберем одну из важных возможных точек входа при формировании уровня значит что есть уровень для меня уровень это невозможность ценой преодолеть какое-либо значение и тем самым то есть мы понимаем что при заходе ценой за уровень можно ожидать какого-либо импульсного движения либо цена закрепляется за уровнем какое-то время находится там возможно подтверждает уровень касаниями либо ложными пробоями и после этого движение продолжается это скажем так будет дополнением к теме торговли по тренду значит моменты которые я считаю значимые ключевые перед возможной точкой входа и возможным местом поиски точки входа является сильный уровень то есть образованные например . излома тренда при восходящем движении затем откат цены накопление энергии то есть если у нас случается рост цена останавливается следующий день цена проводят весь день под уровнем не пересекая не закалывая его и вот начиная с третьего дня можно смотреть точки входа в продолжение по тренду при выполнении ряда условий ну первое условие как я сказал это накопление энергии то есть когда цена стоит сильно скажем так не откатываясь от уровня то есть нет какого-то глубокого отката плюс сохранение структуры восходящего движения и плавный подход к уровню не на пронормальных барах на младшем таймфрейме я рассматриваю пятиминутку для поиска точки входа в сделку и относительно этого смотрю входы значит при прохождении цены уровня я всегда жду подтверждения то есть если нет какого-то очень узкого накопления маленькой проторговки под уровнем либо поджатия я в пробой не полезу подожду когда цена пройдет скажем так уровень и уже будет находиться какое-то время выше уровня какое-то время я для себя да у меня сформулирована точка входа я жду два три бара m5 которые не будут закалывать уровень если происходит закол то после заколы еще два пятиминутных бары которые будут оставаться над уровнем важным условием является малая волатильность в момент точки входа то есть если пятиминутные бары имеют достаточно большой разбег то вход нежелателен так как волатильностью может размотать и вытащить на стоп также ключевым моментом является если сейчас на примере как раз разберем если мы заходим и получаем стоп рассматриваю вариант перезахода в случае сохранения структуры то есть если у нас движение восходящие я смотрю чтобы не обновлялись какие-то локальные лаи до границы нижние границы откатов и если условия выполняются и мы опять залезаем выше уровня то есть мы понимаем что это не ложный пробой цену не утаскивают обратно вниз и цена выходит обратно выше уровня то все то что было под уровнем при восходящем движении я также считаю ложным пробоем будь то сложный ложный пробой либо ложный пробой двумя барами и тогда рассматриваю вариант перезахода стопы в данном случае очень короткие то есть я сторонник коротких стопов и коротких тейков потому что считаю что короткое движение взять сильно проще чем какое-то существенное движение там на криптовалюте там 10-15 процентов далеко не редкость но порой даже полутора процентов а то и меньше хватает и чтобы забирать там 45 к одному вот ну и на примере монетки вот 1000 хек сек рассмотрим та сделка в которой участвовал 26 января так как домашку делаю рано утром то он обнаружил такую ситуацию это 29 26 число издалека взгляд небольшой . сформировавший уровень то есть мы здесь подлетели быстро быстро и остановились резко отошли при этом не поломав структуру восходящую то есть вот эти вот откатки на локальном таймфрейме мы вниз не перебили и по следующий день получается отстоялись под уровнем была попытка ухода вниз удержали и случился подход такой хороший плавный без каких-либо скажем так резких всплесков то есть объемы средние за данный период времени то есть пока инструмент стоял в накоплении вот эти вот полтора дня по сути дела значит при подходе к уровню ночью там получается с открытия суток был небольшой ложный пробой и цена опять не откатывает вниз не начинает поджимать во время домашки обнаруживаю ситуацию что цена выходит выше уровня жду ситуацию для точки входа значит почему я говорю о двух трех барах при рассмотрении точки входа если бар закрывается выше уровня я жду еще два которые не будут как бы идти в обратную сторону к уровню то есть на движение к уровню я не вхожу я буду ждать выравнивающий бар и он скорее всего будет 3 ну возможно 4 если малая волатильность инструмент в принципе может стоять значит что здесь происходит первый бар открывается и закрывается выше уровня второй бар происходит движение вниз и 3 бар к сожалению уровень закалывает точки входа нет для меня но закрывается наверх после этого я жду еще два которые вот как в данном случае не будут как бы являться поджатием обратным ходом к уровню буду ждать выравнивающий бар выравнивающий бар есть закрываемся выше уровня стоп в данном случае но 65 от цены и тейк фиксированный 5 к одному к сожалению какой-то случился всплеск волатильности и стопик забрали но при этом если мы посмотрим на вот это вот восходящее движение то мы вот этим движением вниз не ушли не перебили вот этот откатик и цена обратно залезла на уровень в данном случае вот это движение рассматриваю как опять-таки ложный пробой и при ситуации когда цена отстоялась то есть опять у нас я жду два бара второй бар вниз третий выровнялся наверх опять точка входа стоп опять 06 и фиксированный 5 к одному по треку забрали немного откатили и бодро бодро прогулялись можно а с девочки тянуть средний срок либо intraday там подальше если есть возможность следить я по большей части беру фиксированные треки и здесь вот на 5 к одному произошло закрытие данный данная ситуация является самый наверное распространенной то есть та точка которая была данном случае сопротивлением при восходящем движении то есть это та точка где были остановлены покупки скоплением объема продаж либо проявлением какого-то крупного участника который остановил все дальнейшее движение наверх но цену вниз не пустили покупатели оказались сильнее и при закреплении ценой над уровнем есть подтверждение есть касание то есть уровень работает и относительно этой ключевой точки можно рассматривать сделки на продолжение движения на этом пожалуй все надеюсь было интересно впереди больше контента какие-то такие вот тонкости я думаю что со временем можно будет даже собрать какую-то небольшую треску изначально ориентируясь на какие-то такие вот более конкретные моменты где входить у многих проблемы с точки входа то есть многие запрыгивают когда цена в движении то есть но здесь вот красиво пошли но точно так же красивые поехали в обратную сторону и например если там относительно уровня кто-то не успел заскачить и возможно там заскакивает на ходу по сути дело в хаяк движение то конечно при такой волатильности когда у нас пятиминутные бары составляют там почти 6 процентов хода инструмента то вот такой волатильности торговать не рекомендуется удерживать сделки да но когда мы видим что инструмент уже идет то входа нет нужно ждать нужно ждать точку входа относительно какой-то ключевой точки всегда и малая волатильность плавный подход к уровню и ну по сути дела подтверждение уровня то есть невозможность цены уйти в предпробойную пласкость если удерживают для покупок выше уровня или для продаж под уровнем то в принципе вполне себе торгуемая моделька с понятными условиями 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 так много самое главное соблюдать и да прибудет с вами успех все всего доброго пока пока